Зимой 1942 года правительство Германии было уверено, что вскоре вся Европа и СССР будут захвачены. Немецкие войска как раз столкнулись с Красной Армией и бодро продвигались вперед. Хотя уже появлялись первые сообщения о неудачах на фронте, но на них старались не обращать внимания. Первые люди государства были озабочены другой проблемой. Куда девать евреев с захваченных территорий? Для обсуждения этого вопроса создается секретное совещание на вилле у озера Ванзе. Когда-то этот дом принадлежал еврею, а теперь он в руках фашистов. Подготовкой к встрече занимается Адольф Эйхман. Он маниакально строг, педантичен и требует полного подчинения от обслуживающего персонала. В особняк на озере должны приехать 15 представителей различных министерств и ведомств для обсуждения неизвестного пока вопроса. Эйхман принимает гостей одного за другим и провожает их в гостиную. Когда все собираются, остается дождаться только Рейнхарда Гейдриха. Он, как всегда, задерживается. Гейдрих летит на собственном самолете, а когда приземляется на аэродром неподалеку от виллы, то пересаживается на авто. Он приезжает последним и без долгих вступлений переходит к делу. Когда гости рассаживаются за общим столом, Гейдрих предлагает всем познакомиться, так как многие не знают друг друга. Однако есть такие личности, которых все знают. Например, Вильгельм Штукарт, причастный к разработке законов, касающихся евреев. Один из гостей, Вильгельм Критцингер, недоумевает, почему его пригласили на это совещание. Он уверен, что еврейский вопрос уже решен. Их загоняют в гетто, где обеспечивают приемлемые условия существования. Однако Гейдрих уверяет его, что проблема с евреями не решена до конца. Запись совещания ведет секретарь. Гейдрих предупреждает его и остальных участников встречи, что обсуждение будет закрытым. И о нем не должен знать никто, кроме непосредственных начальников приглашенных людей. По окончании совещания, все общение между участниками встречи и Гейдрихом будет происходить через Эйхмана. Когда совещание было открыто, Гейдрих озвучил его цель, поставленную рейхсмаршалом Герингом. Необходимо окончательно решить еврейский вопрос, пока Германия не пополнилась новыми территориями, где проживают сотни тысяч евреев. Гейдрих подсчитал всех представителей этой национальности, включая тех, кто живет в Советском Союзе. И получилось около 11 миллионов человек. Геринг постановил, что необходимо очистить континент от такого количества евреев. Критцингера задело слово «очистка», но Гейдрих не дал ему развить эту тему. Он закончил читать указ Геринга, и стало понятно, что ведомства, представители которых находились в этой комнате, должны сотрудничать в целях достижения поставленной задачи. Гейдрих дал понять, что еврейское сообщество – это дополнительная нагрузка на экономику государства. На них надо тратить человеческий ресурс, чтобы охранять и контролировать соблюдение законов. А также их надо кормить. К тому же, больше не представляется возможным отсылать евреев в другие страны. Да и немногие государства согласны принимать этих людей. Поэтому необходимо обсудить альтернативные варианты решения проблемы. Данный подход не устраивает Критцингера, однако он все же остается на совещании, хотя у него и был порыв встать и уйти. Для начала Гейдрих предлагает отделить пригодных для физической работы евреев от всех остальных и отправить их на строительство дорог. Однако Критцингер уверен, что в этом случае невозможно будет обеспечить для них пригодные для жизни условия. Он еще не до конца понимает задачи, поставленные Герингом. Гейдрих чуть приоткрывает завесу тайны, введя новый термин – эвакуация евреев. Она предполагает отправку их в транзитные гетто. Что будет с ними происходить дальше, пока держится в секрете. Штуккарта же волнуют полукровки, которые живут среди немцев. Они не соблюдают еврейские законы, не проповедуют их религию и живут обычной жизнью немецкого гражданина. Как в каждом конкретном случае выяснять, кто еврей, а кто нет? Для них у Гейдриха тоже предусмотрено свое решение. Но прежде он объявляет перерыв в дискуссии. Когда перерыв заканчивается, Гейдрих сообщает, что необходимо пересмотреть законы, разработанные Штуккартом. Они предусматривают четкие обоснования для изгнания евреев со смешанной кровью из Германии. Однако Гейдрих уверен, что данные законы устарели и требуется тотальная зачистка Европы от еврейской крови. Гейдрих спокойно обсуждает эвакуацию. Но один из участников дискуссии, Рудольф Ланге, больше не может выслушивать это. Ему неприятно, что происходит такая подмена понятий. Он сообщает, что уже эвакуировал около 30 тысяч евреев путем расстрелов. Его выступление открывает глаза остальным участникам собрания на суть обсуждаемого вопроса. Под эвакуацией понимается уничтожение человеческого ресурса. Когда поднимается Ланге, Эйхман дает знак стенографисту прекратить ведение протокола собрания. Единственным, кто поддержал выступление Ланге, был Критцингер. Его руководство дало ему совершенно иную информацию. Но Гейдрих сказал, что официальный курс будет прежним. Согласно ему, евреев содержат в гетто в нормальных условиях. Так в обществе не возникнет излишнего волнения. Но на деле эту нацию будут планомерно уничтожать. Полукровки, о которых так беспокоился Штукарт, будут стерилизованы. Здесь предусмотрена четкая градация, согласно которой будут отбираться люди для стерилизации и эвакуации. Этот вопрос вызвал бурное обсуждение. Предлагалось давать евреям выбор между стерилизацией и эвакуацией. Но в этом случае слишком много людей могли попасть под стерилизацию. А тогда цель, которую поставил Геринг, не будет достигнута. Кроме того, нужно выбрать правильный способ стерилизации. И тут есть несколько вариантов. Включая уничтожение репродуктивной функции при помощи химикатов. Гейдрих настаивает, что надежнее всего будет эвакуировать большую часть евреев, а по возможности и всю их расу. Тогда получится вытравить еврейскую кровь из арийского общества. Однако Штукарт находит в этом плане большую прореху. Простая процедура. Чик там, чик здесь. Дело в том, что супруги немцы эвакуированных евреев будут наследовать их имущество. А это перегрузит судебную систему. Штукарт уверен, что необходимо действовать в рамках уже созданных законов. Более того, если отправлять евреев на тот свет в таком количестве, это сделает из них мучеников. Тогда как стерилизация, по мнению Штукарта, позволит показать гуманизм немецкого общества и решит проблему с евреями. Когда обстановка в совещательном комитете накалилась, Гейдрих предложил гостям подкрепиться. Во время перерыва он вывел Штукарта из дома и объяснил ему, что план по уничтожению евреев будет приведен в исполнение в любом случае. Они собрались в этой комнате не для того, чтобы обсуждать указания сверху, а для того, чтобы понять, как эффективнее его исполнить. Те же, кто будет мешать выполнению поставленной задачи, будут взяты на контроль правительственными службами. Как это вы выучились в риту? Или только идешь, знаете? После перерыва Гейдрих предлагает обсудить метод эвакуации. Стандартные способы избавления от евреев неэффективны по многим причинам. Расстрелы большого количества людей подрывают боевой и нравственный дух солдат. Трупы необходимо утилизировать, а скопление мертвых тел может стать причиной распространения инфекционных заболеваний, что грозит эпидемиями, а это недопустимо. Эйхман озвучил уже отработанный метод эвакуации, когда группу евреев загоняли в грузовик, где они умирали от воздействия выхлопных газов. Но это достаточно длительный процесс, который не снимает необходимости утилизации трупов. При этом за раз можно уничтожить относительно небольшое количество людей. Есть другой вариант – газовые камеры. В них есть масса преимуществ. Евреи сами заходят внутрь якобы для принятия душа. Яд убивает их быстрее угарного газа, а тела в дальнейшем сжигаются в крематориях. Это исключает опасность эпидемий. По подсчетам, таким способом можно уничтожить десятки тысяч евреев в день. От всех этих разговоров Отто Хоффману делается плохо и приходится устроить небольшой перерыв. Эйхман тоже чувствует себя неважно. Ему даже пришлось принять таблетку, чтобы справиться с нервами. Пока собравшиеся отдыхали, Критцингер рассказал Гейдриху одну историю, которая в целом выражала его позицию по данному вопросу. Согласно этой истории, когда исчезает объект ненависти конкретного человека, он теряет смысл к существованию. Критцингер таким образом предположил, что полное уничтожение евреев сделает существование рейха в том виде, в котором он существует сейчас, бессмысленным. И это, по его мнению, серьезная опасность. Однако, эта последняя попытка Критцингера переубедить Гейдриха оказалась неудачной. Он не отступил от намеченного плана. Добившись согласия от всех участников совещания, Гейдрих объявил о его завершении. Пока они обсуждали способы уничтожения 11 миллионов евреев, их водители резвились во дворе виллы, играя в снежки. Наконец, гости разъехались, и Гейдрих смог расслабиться. Он получает истинное удовольствие от классической музыки и созерцания того безмятежного пейзажа, что окружил виллу. Несмотря на это, его чувство не затронул тот факт, что они только что приняли чудовищное решение о геноциде целой расы. После завершения собрания, Эйхман отредактировал стенограмму и раздал копии участникам встречи. Те прочитали их и уничтожили. Но все же одна копия сохранилась. Она и позволила раскрыть детали происходящего на вилле у озера Ванзи. В скором времени на Гейдриха было совершено покушение, после которого он умер от заражения полученных ран. Его преемником стал Эйхман. Большинство участников собрания после войны получили заслуженное наказание. Но некоторым из них удалось избежать кары за совершенные преступления. Субтитры создавал DimaTorzok